Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», 29-й том, тема «Государство правителей». Вопрос 3988. «Раньше писали, что Распутин был вовсе не православным, и Писание он знал едва ли. А теперь это подтвердилось ли по документам?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Подтвердилось, но только вовсе уж не так». Кавычки открыты. Григорий Ефимович Распутин в 1869 по 1916, 47 лет прожил, происходил из крестьян села Покровского Тобольской губернии. Много лет, не бросая занятия крестьянским трудом, странствовал по православным монастырям и святым местам, неизменно возвращаясь домой на пассивную и уборку урожая. Во время одного из странствований в 1906 году познакомился с царской семьей и стал для нее близким человеком. Сближение Николая II и царицы с Распутиным носило глубоко духовный характер. В нем они видят старца, продолжающего традиции Святой Руси, умудренного духовным опытом, способного дать добрый совет. И вместе с тем они видят в нем настоящего русского крестьянина, представителя самого многочисленного сословия России. С развитым чувством здравого смысла, народного понимания полезности, своей крестьянской интуиции, твердо знавшего, что хорошо, а что плохо, где свои, а где чужие. Я люблю народ, крестьян. Вот Распутин действительно из народа, говорил о царицах. А царь считал, что Григорий хороший, простой, религиозный русский человек. В минуты сомнений и душевной тревоги я люблю с ним беседовать. И после такой беседы мне все равно на душе делать легко и спокойно. Эту мысль он неоднократно повторяет в переписке и беседах. Царь с царицей уважительно называли Распутина наш друг или Григорий, а Распутин их папой и мамой, вкладывая в это понятие отец и мать народа. Беседовали друг с другом только на ты. В жизни царской семьи, по мнению Вырубовой, Распутин играл такую же роль, как святой Иоанн Кроштадский. Они так же верили ему, как Иоанну Кроштадскому. Страшно ему верили. И когда у них горе было, когда, например, наследник был болен, обращались к нему с просьбой помолиться. До последней минуты царская чета верила в молитвы Григория Распутина. Из Тобольска они писали Анне Вырубовой, что Россия страдает за его убийство. Никто не мог поколебать их доверие, хотя им приносили враждебные газетные статьи, и все старались им доказать, что он дурной человек. Не следует думать, что царь и царица были наивными людьми. По обязанности своего положения, они неоднократно устраивали негласные проверки достоверности полученной информации. И каждый раз убеждались, что это клевета. Более того, царская семья знала, с каким глубоким уважением к Распутину относились многие почтенные люди. Известный исследователь русских религиозных движений В.Д. Бонд Друевич считал Григория Распутина одной из самых ярких личностей своей эпохи. Передавая свои впечатления от встречи с Распутиным, ученый в частности рассказывал, поиски открытые, «Много мне приходилось видеть восторженных людей из народной среды, ищущих чего-то, нечущихся, взыскующих града, куда-то стремящихся, что-то строящих и разрушающих». Но Григорий Распутин какой-то другой, на них не похожий. Не имея никакой политической точки зрения, он что-то стремится сделать. Для кого? Для народушка жить нужно. О нем помыслить. Любит говорит он. Говорит он. Святой Иоанн Кроштадский верил в Григория Распутина, считая его выдающимся странником и молитвником, то есть человеком, чья молитва Богу всегда угодна. Множество людей приходило к Распутину с просьбой помолиться за их дела. Присылали телеграммы и письма. В архивах сохранилось немало телеграмм, содержащих эту просьбу. Но больше всего ценился прямой контакт с ним. Непревзятые источники свидетельствуют, что в личной встрече он просто очаровывал людей своей особой уверенностью, умением поставить себя доброжелательностью и просто добротой. Многие старики из его родного села Покровского в Тюменской области говорили, что главный в нем – доброта. Он был добрый и хороший человек. Зло о людях не говорил. Это подтверждает показания министра внутренних дел Протопопова. Зло не говорил про людей. Это мне нравилось. А также впечатления других людей, встречавшихся с ним. Граф С. Ю. Витте сказал Распутине. Поистине нет ничего более талантливого, чем талантливый русский мужик. Какой это своеобразный, какой самобытный тип. Распутин абсолютно честный и добрый человек, всегда желающий творить добро. Примерно с 1910 года против Распутина в печати начинается организованная кампания Кривиты. Его обвиняют в конократстве, принадлежности к секте хлыстов, распуске, пьянстве. Несмотря на то, что ни одно из этих обвинений при расследовании не подтвердилось, Кривита в печати не прекращалась. Опубликованные в наше время документы свидетельствуют, что кампания Кривиты против Распутина была организована врагами русской монархии с целью дискредитации царя. Все нападки, кривита, ложь, которые обрушились на Распутина, на самом деле предназначались не ему, а царю, символизирующему собой родину и русское государство. Нащупав самое тонкое, самое нежное, самое интимное место в жизни царской семьи, враги царя и России стали с методической старательностью и изощренностью бить по нему, как в свое время они били по Иоанну Проштатскому, находившемуся в дружеских отношениях с Александром Третьим. «Зачем это понадобилось?» – спрашивали московские ведомости и отвечали. «Он нужен был лишь для того, чтобы скомпрометировать, обесславить, замарать наше время и нашу жизнь. Его именем хотели заклемить Россию», – как справедливо отвечал царский врач И.С. Боткин. «Если бы не было Распутина, противники царской семьи и подготовители революции создали бы его своими разговорами из вырубовой. Не будь вырубовой из меня, из кого хочешь». Убийство Распутина также было организовано масонами во главе с одним из их вождей, В.А. Маклаковым, с целью деморализовать царя и царицу. Перед самой революцией в декабре 1916 года старец был предательски завлечен в дом масона Ф. Юсупова, известный убит. После захвата власти масонским временным правительством, тело Распутина подверглось ритуальному осквернению, а затем по приказу А.Ф. Керенского сожжено. Полное описание жизни старца Григория с приложением всех важнейших архивных документов приводится в моей исторической монографии «Пролог цареубийства» М.2001. Старец Григорий был далеко не первым христианским подвижником, против которого либералы устраивали кривитнические кампании. В конце 19-го, в начале 20-го века либералы ведут организованные травли русского святого Яна Кроштадского. Всенародно почитаемому старцу масонские кривитники в таком же масштабе, как впоследствии Георгию Распутину, приписывают всевозможные грехи и проступки. Аморальный образ жизни, беспорядочные связи с женщинами, любовь к роскоши и среболюбие, и, наконец, даже в создании особенной эритической секты ионитов. Генералом кривитина святого стала рибериальная печаль и, прежде всего, самый авторитетный рибериальный журнал «Вестники Европы». В 11-12 номерах его за 1891 год был опубликован паспиль писателя Николая Семеновича Лескова «Полуночники», в котором Ян Кроштадский представлялся в виде аморального сектанта, имеющего двусмысленные отношения со своими почитательностями. Кривитнические утверждения, выдумки и намеки Лескова принимались за веру и распространялись среди рибериальной интеллигенции. Как свидетельствует писатель Б.К. Зайцев, в просвещенном обществе довоенном к Яну было неважное отношение. Общество это далеко стояло от религии и духовной жизни. Оценить редкостное и поразительное в отце Иоанне оно не могло. Предупреждение говорило, что ничего такого вообще быть не может. Все это лишь для невеж. И не без высокомерия указывать, что вокруг него всегда какие-то кликуши. Отец Иоанн не весьма благополучен. От него отзывают изуверами и изуверками. Либералы не могли простить святому его широкой популярности и авторитета в народе. Его бескомпромиссные обличения иудейских сектантов, масонов и революционеров каждый раз вызывали с их стороны новую кампанию лжи и кривиты, в которой принимала участие вся либеральная, масонская и левая печать. Как подвижник Иоанн Кроштадский был глубоко почитаемый царской семьей, неоднократно встречался с государем. Есть все основания полагать, что если бы святой Иоанн Кроштадский прожил больше, он умер в декабре 1908 года, то не Григорий Распутин, а он стал бы главным объектом нападок антирусских сил, готовивших свержение царя и реформы православия на католический лад. По свидетельству председателя Государственной думы МВ Родзянко, в 1909-1910 годах на масонской ансамблее в Брюсселе определилась идея о том, что образ Григория Распутина может быть использован как средство осуществления в России планов революционных партий, и под его разлагающим влиянием царской династии не продержится и двух лет. МВ Родзянко, крушение империи, Харьков, 1990-й, стр. 35-я. Регулиальные органы печати «Голос Москвы», за ней стоял А.И. Гучков и кадетские газеты. Речь и русское слово. Руководящие места, в которых занимали видны либералы В. Маклаков, В. С. Виновер, Амфитеатров, безо всяких доказательств, публикует сведения о том, что Григорий Распутин принадлежит к секте хвостов, ложно утверждая, что вина его в этом даже доказана, расследование церковных властей. Об этом подробно ниже. Либеральные кадетские органы печати одни из первых научились пользоваться черным пиаром. Для многих русских, привыкших верить всему на печатанную бумагу. Без доказательного обвинения, кадетские газеты показались откровенными. Часть общества, близкая либералам, к ревете поверила. Креветническая кампания множилась усилием масонских лож. Исследователь масонства Б. Николаевский отмечает факты проведения масонами агитационных кампаний, главной из которых была кампания о роли Распутина при дворе. Смотрите, Б. И. Николаевский, русские масоны и революция. М. 1990 год. Как писал председатель Совета Министров России В.Н. Каковцев, за органами печати, какая-то рука делала уже свое недоброе дело. Газетная кампания не предвещала ничего доброго. Она разрастала все больше и больше. И как это ни странно, вопрос о Распуте невольно сделался центральным вопросом ближайшего будущего. И не сходит со сцены почти за все время моего представительства в Совете Министров. Особенное обострение получил этот вопрос в связи с именем А.И. Бучкова. Каковцев, В.Н. из моего прошлого В.Н. 1991. С. 78. Кроме Бучкова, одним из главных организаторов клеветнической кампании против старца Григория был В.Н. Львов. Одна из самых мрачных фигур российского либерализма. После отречения царя Львов стал обер-прокурором Святейшего Синода. Почти полгода занимался либеральной реформой. Точнее, разрушением русской церкви. А в 1920-е годы стал одним из активистов Большевистского союза воинствующих безбожников. Видимо, именно эти фигуры вдохновили современность церковных либералов на продолжение клеветнической кампании против старца Григория. Подобно их предшественникам начала XX века составители доклада митрополит Ивеналия проявили в лучшем случае полную научную некомпетентность, а скорее всего, сознательное стремление к искажению истины. Как и их предшественники, они даже не делали попытки следовать архивные документы, а ограничивались в констанции слухов, запущенные их собратьями в начале XX века. Исходным моментом клеветнической кампании против старца Григория явилось дело Тобольской консистории по обвинению Георгия Распутина в принадлежности секты Хрустов 1907-1912 год Т.Ф. Гатту Ф. 156 О. 28 Д. С. 1962 Дело это я изучал в Тобольском архиве и почти полностью приложил в своей монографии о Григории Распутине Пролог цареубийства 2001 год Знания материалов этого дела важны как для осознания духовной личности самого старца, так и для понимания методов, которым пытались его дискредитировать. Дело было сфабриковано так топорно, что работает против его создателей. Недаром оно ни разу не было опубликовано ни либералами начала XX века, ни советскими историками, ни современными церковными либералами. Если бы митроплит Виналий и его либеральные соратники хотели бы узнать истину и донести ее до Архивейского собора, они прежде всего должны были бы опубликовать этот документ в качестве приложения к докладу. Окончательное решение церковных властей по этому делу Заключение Тобольской духовной консистории о принадлежности Григора Распутина в секте хлыстов 29 ноября 1912 года по вопросу о принадлежности крестьянина Слободы Покровской Тюменского уезда Тобольской губернии Григория Распутина Нового в секте хлыстов Товички закрыты. Преосвященный Алексий и епископ Тобольский, ныне почивший экзарг Грузии, основательно изучил следственное дело отца Григория Нового. Проезжая по Тюменскому уезду для обозрения церквей и епархии, он останавливался в Слободе Покровской и подолгу беседовал с крестьянином Григорием Новым о предметах его веры и упования. Разговаривал о нем с людьми, его хорошо знающими, дал ему возможность быть дважды у себя в Тобольске и здесь испытывал его религиозные убеждения. Из всего вышеуказанного Пресвященный Алексий вынес впечатление, что дело о принадлежности крестьянина Григория Распутина Нового всех этих листов возбуждено в свое время без достаточных к тому оснований и со своей стороны считает крестьянина Григория Нового православным христианином, человеком очень умным, духовно настроенным, ищущим правды Христовой, могущим подавать при случае добрый совет тому, кто в нем нуждается. В дополнение к своим личным впечатлениям по всему делу, Пресвященный Алексий предложил Притчу Слободы Покровской Церкви доставить ему точные подробные и верные сведения о жизни, деятельности и учении крестьянина Григория Нового. Притч донес, что ни в обстановке домашней и усадебной, ни в образе жизни крестьянина Григория Нового и его семьи ему Притчу не приходилось наблюдать, видеть и слышать что-либо такое, что указывало бы на принадлежность крестьянина Григория Нового к хлыстовству. По донесению того же притча, Григорий Новый заботится о своем приходском храме. Так он пожертвовал 5000 рублей на построение храма в Слободе Покровской. Пожертвовал в приходской храм серебряный 84% золоченый на престольный крест, четыре серебряные вызолоченные лампады и приложил к чтимой иконе Спасителя массивный настольный крест. Получив это донесение, в конце истории протокольным от 29 ноября 1912 года, постановило, принимая во внимание, что вопрос о принадлежности Слободе Покровской Григория Распутина Нового к секте Христов внимательно рассмотрен его преосвященнищем Алексеем, епископом Тоборским и Сибирским по данным следственного дела на основании личного наблюдения Григория Нового, граждане, и на основании сведений получено о нем от людей, хороших его знающих, и что по таким личным обследованиям этого дела его Пресвященство считает Григория Распутина Нового православным христианином, человека духовно настроенным, ищущим правды Христовой. Дело о Слободе Покровской Григория Распутина Новом дальнейшем производством прекратить и причислить оконченным. Такое определение констистории Пресвященной Алексеем того же 29 ноября утверждено. ГАРП Ф-612-ОП-1-Д-13 Другим важным источником, который намеренно игнорирует церковный либерал, является дело о покушении на убийство Георгия Распутина, 29 июня 1914 года в селе Покровском, Т.Ф. Гактор, Т-164-ОП-1-Д-436-439 Толстые тома этого дела дают огромный материал о личности старца Григория, зарезанного по приказу С. Трюханова и чудом оставшихся в живых. Следователи подробно изучали жизнь Григория Распутина в процессе дознания выяснилось, что все обвинения, выдвигаемые против него либеральными критиками, бездоказательны и являются выдуманными. В ходе следствия удалось установить, что самая известная жертва Григория Распутина, якобы изнасилованная им монахиня Ксения Мончаренкова, историк которой обошла все газеты России, на самом деле даже лично не знала старца и с ним не встречалась. В деле приводится протокол допроса Т. Ф. Гарта, фото 164, О. 1, д. 437, Л. 220-221. Показания К. Кончаренковой, взятые следователем Жировицком монастыре, в котором в то время был епископ Гермоген, выводят на чистую воду и самого владыку, который знал, что монахиню Ксению никто не насиловал, но клеветы не опроверг. Весьма показательно, что митрополит Ивеналий ссылается на епископа Гермогена как свидетеля о моральных поступках Георгия Распутина. В своих показаниях следователю епископу Гермоген не приводит ни одного конкретного факта о порочной жизни старца, а ссылается только на слухи, которые ему передавали. В начале 1990-х годов я в течение почти трех часов выступал с докладом о Григории Распутина на комиссии по канонизации святых русской церкви, на которой председательствовал митрополит Ивеналий. Меня уже тогда поразил либеральный душок некоторых членов комиссии, который чувствовался в высказываниях о царстве семьи и их друге. Большую моральную поддержку меня тогда оказал член комиссии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, который так же, как и я, считал Григория Распутина старца. В вопросах, которые мне задавали либеральные члены комиссии, чувствовалось холодное неприятие, все сказано мной. Поэтому, завершая свой доклад, я рекомендовал членам комиссии изучить архивные материалы, перечисленные мною выше, и назвал, где и под какими номерами их можно найти. Прошло более десяти лет. Последний доклад митрополита Ивеналия показал, что сделан ничего не было. Церковные либералы намеренно игнорировали работу в архивах, так как заранее исходили из старого либерального представления о Распутина. Какие источники церковные либералы предпочли? Антимонархическая ненаправленность церковных либералов. Намеренно отказываясь от работы с архивными документами, церковные либералы предпочли делать свои выводы на основе фальсифицированных источников, созданных врагами церкви и православия в 1910 году. Главным таким источником для церковных либералов стала книга «Пасквей», подписанная именем монаха Эллиеродора Сергея Труфанова «Святой черт». Книга состоит из вымышленных историй, главная цель ее доказать, что Григорий Распутин был любовником царицы и царских дочерей, и что в оргах участвовал и сам царь. Даже предвзято настроенная комиссия Всевременного правительства, изучавшая эту книгу для использования ее фактов на процессе против царской семьи, вынуждена была отказаться от нее, так как при проверке выяснилось, что телеграммы и письма, приводимые в ней, не существовали, а приводимые факты не подтвердились показаниями свидетелей. Нынешние церковные либералы перечисляют книгу Труфанова среди главных своих источников, добавляя к ней показания перед комиссией Временного правительства, таких же известных авантюристов и личных врагов старцев, как А.Н. Хвостов, С.П. Белецкий и князь М.М. Адронников. Находясь в Тюрьме под следствием, они охотно пересказывали все известные им слухи о Григории Распутине, но не привели ни одного факта, который могли бы подтвердить другие свидетели. Для понимания облика свидетелей, на данные, которых опирали церковные либералы, приведу судебный документ на одного из них. Сергей Михайлович Труфанов в первой половине 1913 года проживает в хуторе Большом Мариинской станции 1-го Донского округа, во-первых, с целью произвести соблазн и поклебать веру среди своих слушателей. Неоднократно позволял себе в их присутствии, а, возлагать холунно славимую, где насрочно троится Бога, и на причистие Владычества Нашей Богородицы и присноделу Марию, говоря, что Иисус Христос не Сын Божий, а обыкновенный человек, родившийся от плотской связи плотника из Назарета Иосифа с Марией, умерший впоследствии на кресте и не воскресший, что Духа Святого не существует, что Матерь Божия простая женщина, имевшая, кроме Иисуса Христа, других детей. Б. Поносил православную церковь, ее догматы, установления и обряды, утверждая, что таинств нет, а они выдуманы мракобесами, что в православной церкви случалась мерзость и запустение, и что в ней нет Христа. Святейший же правительствующий нот назывался свимодом, во-вторых, с целью возбудить между теми же своими посетителями неуважение к имени царствующему, государю-императору. Государь императрицы и наследнику царей цесаревичу позволял себе в присутствии свидетелей произносить следующее оскорбительное для высочайших особо выражение. На престоле у нас лежит кобель, государь-император-мужичишка, пьяница, табачник, дурак, а императрица-распутная женщина. Наследник родился от Гришки Распутина. Государством правит не государь, а Саблер и Гришка Распутин, то есть в преступлениях предусмотренных. С. З. П. Часть 73. После вручения копии обвинительного акта по означенному делу Труфанов скрылся и где в настоящее время находится, сведений не имеется. Прокурор судебной палаты Поповский, совсем круезный характер, в докладе метаполита Виналия носит использование им в качестве источника художественного произведения писательницы В. А. Жуковской, написанного в форме воспоминаний. Из этого источника церковный либерал черпал свидетельство распутинской фразеологии и его эротических родений о принадлежности старца Григория Хрустовской секции. В своем довольно слабом, незаконченном сочинении Жуковская использовала повесть своего дяди А. С. Пругавина. Леонтий Егорович и его поклонницы и пасквиль святой черт Труфанова Жуковская ни разу лично не встречалась с Григорием Распутием. Об этом свидетельствуют данные наружного наблюдения за старцем. Не зафиксировано ни в одной такой встрече. Воспоминания Жуковской носят резко антиправославный, антицерковный и антимонархический характер в либеральном духе того времени. Предпочтение современной церковной либералами источников антиправославных и антимонархических выдает их идеологическую направленность. Также некорректно составители доклада относятся к цитированию воспоминаний А. А. Вырубовой. Причем, как и в случае с воспоминаниями Жуковской, они используют рижское издание 1928 года. В котором вместе с настоящими воспоминаниями Вырубовой был опубликован ее дневник, от начала до конца сочиненный писателем А. Толстым и П. Щеголевым. Составитель доклада лживо утверждает, что Вырубова не любила старца, что она разделяла нелицеприятную характеристику Распутина в брошюры В. М. Руднева. На самом деле Вырубова была верной почитательнице старцу до конца своей жизни. В своих настоящих воспоминаниях она писала, за все годы ничего непристойного не видела и не слышала о нем, а наоборот многое сказанное им во время этих бесед помогло мне нести крест по руганию и клеветой, Господом на меня возложенным. Распутина считали и считают гладеем, без доказательства его злодеяния. Товички закрыты. Распутиным, писала Вырубова, воспользовалась как поводом для разрушения всех прежних устоев. Он как бы олицеплял с собой все то, что стало ненавистно русскому обществу, которое, как я уже писала, утратило всякое равновесие. Он стал символом их ненависти. И на эту удочку словили всех и мудрых, и глупых, и бедных, и богатых. И громче всех кричала аристократия и великие князья. Составители доклада используют и содержание брошюры В.М. Руднева, члена Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства, церковные либералы, заявляя о нелицеприятной характеристике, данной им Распутина, оходит самое главное. Именно Руднев еще при Временном Правительстве развеял многие клеветнические слухи, распространяемые о старце. А ведь как это? Прибыв в Петроград в Следственную Комиссию, пишет он, «Я приступил к исполнению моей задачи с невольным предупреждением относительно причин влияния Распутина вследствие читанных мною отдельных брошюр, газетных заметок и слухов, циркулировавших в обществе, но тщательное и беспристрастное расследование заставило меня убедиться, насколько все эти слухи, газетные сообщения были далеки от истины». Прежде всего, при серьезном изучении Комиссии рухнул миф о принадлежности Распутина в секте хвыстов. Не нашлось никаких подтверждающих это обвинение материалов. Профессор по кафедре сектанства Московской Духовной Академии Громогласов, изучивший материал следствия и все написанное Распутина по религиозным вопросам, не усмотрел никаких признаков хвыстовства. Также не подтвердили слухи об огромных денежных средствах Распутина, якобы полученных путем вымогательства за исполнение прошений. Официальные запросы в банковские учреждения не позволили выявить денежных средств, хранившихся на имя Распутина или кого-либо из его близких родственников, кроме средств, которые были перечислены царем в семье Распутина после его убийства. При проверке оказалась грубой фальшивкой. И книга Труфанова или Леодора «Святой черт» – самый значительный компромант якобы получения денег и средств полиции, пьянства и кутежи, полученной комиссией, основывался на показаниях из фальсифицированных ими материалов. Лиц, не заслуживших никакого доверия, отличавшихся, по словам императрицы, своей низостью и подлостью, Хвостова, Белецкого, а та же аферистов и проходимцев типа Андроникова, Моносевича, Аммануилова и им подобных, заинтересованных в очернении Распутина, чтобы переложить на мертвеца хотя бы часть вины за преступные деяния, которые они совершили. Фальшивый образ Распутина начинает расползаться на глазах. Тогда в дело вмешивается председатель комиссии Н.К. Муравьев и грубейшим образом настаивает, чтобы следователь Руднев подтвердил либеральную версию о Распутине. Руднев не согласился и в результате вынужден был покинуть комиссию. Либеральные предстрастия составителей доклада выражаются в их отношении к источнику информации, связанном с масонством. Церковный либерал без всякого рассмотрения сходу отвергает причастность масонов к организации кривиты на старца. По мнению митрополита Виналия и его сотрудников, сведения о деятельности русских масонов XX века скупы и часто недостоверны. Приписывать им можно все, что угодно. Такой взгляд на роль масонца со стороны православного иерарха по крайней мере странен. Возникает вопрос, кого покрывает докладчик. Вряд ли ему не известно, что в последние 10-15 лет опубликовано большое количество архивных документов и материалов, которые самым исчерпывающим образом доказывают преступную деятельность масонства по подготовке к осуществлению революции. Сегодня достоверно известно, что все главные деятели революции в России принадлежали масонским ложам. И из тех же документов следует, что к масонам принадлежали и все лица, которые организовывали кривитническую кампанию против старца Григория. В начале 2000 года была выпущена монография по истории масонства в России с обширными документальными приложениями, подтверждающимися преступную деятельность масонства в России. Первое издание этой монографии в 1995 году вышло с благословения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. За публикацию третьего издания этой монографии издательство «Русский вестник» получило письмо от святейшего патриарха Алексея со словами «Благодарю вас за переданные исторические документы и материал из книжной серии «Терновый венец России», касающийся деятельности антихристианских тайных обществ». Матфея, 21 глава, 35 стих. Кавычки закрыты. Матфея, 21 глава, 35 стих. «Виноградари, схватив слух его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями». Оглянись, оглянись, Суламита, на прошедшие чашские скорби. Сколько раз ты обманута, бита, свой народ умудрились испортить. Суламита, Христова невеста, день сошестия Духа Святого. Ты пошла, не сидела на месте, за собой следила ты строго. Сколько тысяч языческих душ, исхищала из тьмы заблуждений. Дух мирской изначально был чужд, и не мог ей на пакости демон. Стоит вспомнить о средних веках, о кострах, инквизиции, войнах. Оглянись, Суламита, повергнувшись в прах, Столько смрада отъелись и воин, воню. Нетерпимость и зависть жестокой старухи, Тьма обрядности лжи и суеверий. Отчего, отчесса, Суламиты потухли? Влюбок столько языческой скверны. Благовестие Божие вовсе забыто. Стали пестовать авторитету попов. Ты не мирный, зря не завис Суламиты. Сотни лет пролежала пластом. Как могла приключиться такая беда? Ты зловеще преследуешь верных. Благовестников Божьих нигде не видать. И вина твоя в этом безмерна. Мимо брошенных топает поп, Тормозя с левопыстом левиты. Не сигналит тревожно краснеющих стоп. Сколько жестокость же ты, Суламита! Все, что знаем о прошлом, Из песни песней. Кстати, только о юности, кстати. Разбазарив чужое, Придется краснеть. Ветер сдует, не кину, Мы все на лопате. 15.06.08. Игла. Игнати лапки.